Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать игру под названием Chroma Gun. Многие западные игровые издания сравнивают этот проект со знаменитой Portal. Давайте с вами немножко поиграем и посмотрим, соответствуют ли эти слова действительности. Я уже прошел здесь первую главу и начал вторую, но давайте я вам покажу все с самого начала, чтобы вы поняли основную механику игры. Начинаем мы вот в таком вот лифте. Нас пригласили на какой-то... Держи. Ты здесь, потому что ты лучший из лучших. Не потому что ты в нужде на 10$ и никто не был виноват. Я имею в виду, кто бы тебе это сделал? Прежде чем мы начнем, мы должны проверить вашу генеральную мобильность. Держи вашу дорогу вниз к входу. Зачем входа, что входа, это часть из стен, которая выглядит другая от других. Также, это говорит «эксид». Ну, как вы поняли по рассказу «Голоса за кадром», мы приглашены в какую-то тестовую лабораторию, по всей видимости военную, где проводят испытания некого оружия или препарата, как правильно сказать, не знаю. Видимо, оружие все-таки. Вы знаете, я думаю, в престижной организации секретарша не будет сидеть на обычном стульчике. Это, конечно, мелочь, но все-таки... И как-то апельсины не очень гармонируют с тем, что всюду здесь... Ну, хотя, ладно, это все, как говорится, придирки. О, смотрите, невозможно проиграть файл «Hromatech Promo 03 Movie». Видите, какая контора несерьезная. Графически, насколько вы можете видеть, игра, конечно, далеко до Portal. Ну, не забываем, кто делал Portal, а кто занимался разработкой данного проекта. Возможности у обычной инди-студии и у крупной компании абсолютно разные. Механика игры... Так, я пока помолчу. Механика игры строится вот на таком оружии, которое называется «Hromagun». То есть, с нашей задачей на каждом этапе... То есть, здесь каждый эпизод разделен на небольшие уровни. То есть, нам надо расчистить дорогу себе на следующий этап. Каким образом? Нам надо вот этих рабочих дроидов, как их обозвал голос за кадром, каким-то образом убрать пути. То есть, вот, допустим, здесь, видите, он уже покрашен. Нам теперь надо сделать вот так. То есть, он сразу как-то привязывается к той стене. Здесь мы украсим его и совершаем вот такие вот действия. Общие черты, конечно, с Portal присутствуют. Знаете, тоже есть вот какие-то сюжетные завязки. Есть какие-то общие черты. Тот же голос за кадром. Вспомните знаменитый Глэдос. Я даже помню, по-моему, на странице Стима какое-то... какое-то игровое издание назвало «Hromagun» младшим собратом Глэдос. Глэдос, кто не знает, это искусственный интеллект, то есть суперкомпьютер с искусственным интеллектом, обладающим самосознанием. Знаменитый персонаж из игр «Портал» первой и второй части. Загвоздка еще какая, видите, некоторые стены вот таким образом выделены, некоторые закрыты вот такой определенной защитной пленкой. То есть вот сюда мы стреляем, а цвет не меняется. То есть наша задача, как вы уже поняли, я говорил ранее, надо выбраться из серии комнат. То есть на первых этапах нас просто обучают. Вроде бы ничего сложного, но вы подождите, что будет дальше. Там все будет гораздо интереснее. То есть просто показывают базовые принципы игры, как что связано, как что надо делать. Вот видите, допустим, здесь серия этих… По-моему, он их андроидами назвал, да? Какие-то сферы, я буду их сферами называть. Вот новый элемент головоломок, то есть чтобы открыть дверь, и надо именно сюда довести этого андроида или сферу как угодно. Видите, что мы делаем. Мы его красим, и он конкретно в это место, потому что здесь находится такого же цвета стена. Сенсейно! Вы успешно понимали коррелацию между триггерами и дроидами. Это делает вас более интеллигентным. И не настолько, чтобы уже тут… …очень долго сидеть и думать, что делать дальше. Вот здесь, видите, он пытается объяснить немного научным языком. Говорит, ну лучше попробуйте сами. То есть что мы делаем. Видите, так как он своего рода прилипляется к стенке, то есть выбираем две стенки, получается что-то вроде среднего варианта. То есть вы сами все видите. И здесь аналогично. И камеру. Видите, посерединке сделали. То есть можно было выбрать, в принципе, любую противоположную… …любые две противоположные точки в комнате, и головоломка была бы решена. Сейчас пойдут задачки на порядок выше. И… и новый нюанс. Теперь эти вот дроиды могут нас убить. Да, мы действительно в этой игре можем погибнуть. Ну, как он говорит, просто мы теряем сознание, но факт остается фактом, что теперь эти… …сферы могут быть опасными для нас. И основной принцип этой игры – это смешивание цветов. Как он, младший брат Глэдос, говорит, что если вы ходили в детский садик, то вы должны помнить, что один цвет смешивая с другим, мы получаем новый. Чтобы не путаться с этим, на странице с игрой в стиме, есть описание, ну, трех принципов смешения цветов. То есть там красный с желтым, красный с синим и желтый с синим. Вы можете это найти, посмотреть, какие цвета получаются. Еще есть один важный нюанс в игре – это коричневый цвет. Вот такой вот, то есть это как бы цвет, после которого вы уже никаких действий совершать не можете. Порой это может привести к неправильному решению головоломки. Придется переигрывать, а порой, как, допустим, здесь, видите, раз, мы, получается, отвязали его, эту сферу от этой стены, и, получается, она как бы активировала нужную нам платформу. Ну, здесь надо смешать цвета, здесь, соответственно, тоже. То есть вы, я думаю, уже понимаете, что будет дальше, насколько здесь можно всего придумать. Опять отвязываем, то есть, видите, показана куча примеров, как и что делается. А вот сейчас начнется уже настоящее испытание. Вот теперь у нас, друзья, три цвета. Теперь красненьким, и давайте теперь синеньким. Но двери открыты. Так. Давайте начнем смешивать цвета. Здесь решили. Так, у нас уже шар, получается, ничего с ним не сделаешь, да? Только можно его разозлить. Делать мы этого не будем. Давайте. Так. Угу. Давайте сделаем так. И сделаем так. Угу. Захотел. Видите, как сразу меня захотел атаковать. Здесь все равно еще, по большей части, какие-то подсказки определенные есть. Но дальше будет еще сложнее. Вы сами, я думаю, уже это понимаете. Насколько здесь можно всего понапридумывать. Так оно и есть. Видите, спортили шарик. Точнее, сферу. Ну что? Покажу еще одну головоломку. Которая может вызвать определенные трудности. Я вот, допустим, когда начинал самый первый раз играть, закончил конкретно на этом этапе. Я не то, что сдался, или это просто то, что было до этого проходилось, в принципе, довольно таки просто. На одном дыхании, без всяких проблем. Как говорится, просто на автомате. Сейчас ситуация немножко другая в этом уровне будет. Смотрите. Смотрите. Вот тут очень большой ступор У некоторых Я думаю будет Кто будет играть в эту игру Что делать здесь Знаете я сам когда первый раз играл Я пытался сделать эту стенку коричневой Как видите в этой комнате Все сферы соответствующего цвета Но вы знаете это не сильно помогло Потому что Они ни к чему не прицепляются И тут меня немножко потом Ну уже Все понимаете сами Используем Шар Который находится в первой комнате Я пытался бегать от этих вот Сфер Думал в то время пробежать здесь Но сами понимаете Идея была глупой и не совсем правильной Так а вот тут уже без подсказок Надо уже знать Так давайте подумаем Ну здесь просто Так Здесь вроде бы тоже Так здесь по всей видимости Делаем так А здесь Готово Так Что теперь Детма Так Это Аles ну что друзья давайте подведем какие-то итоги я думаю дальше не буду проходить если сравнивать эту игру с портал вы знаете есть действительно общие элементы это и портотипное оружие это и голос суперкомпьютера как я понимаю это тоже он это и сама механика игры то есть представляет собой серию определенных уровней которые чередуются один за другим вот но все-таки есть и отличие довольно таки глобальные допустим в портале очень сильный акцент сделано сюжет здесь мне кажется немножко другая механика здесь у таких пор делал конкретно на решение головоломок да в портале тоже это было но очень все умело и грамотно все это перемешалось сюжетом то есть не зря эта игра стала культовой здесь это просто хорошая добротная головоломка но не более давайте не будем путать все-таки культовые вещи это культовые вещи такие что которые делаются раз в несколько там 5-10 лет а то и а то и реже вот но повторюсь нельзя назвать эту игру плохой она неплохая она действительно интересная здесь интересная механика интересные идеи реализованы поэтому можно эту игру рекомендовать широкому кругу игроков главное чтобы вы были не дальтоник то есть хотя вы знаете насколько я помню здесь есть да по моему здесь есть да вот есть colorblind то есть это каким-то образом получается возможно посмотрим что получится каким-то образом видите как получается да видите здесь сразу такие подсказки идут так что в принципе даже и тем у кого проблемы с цветом могут вполне эту игру пройти разработчики это кстати отдельный респект разработчикам очень часто очень часто многие другие студии забывают о таких людях у кого проблемы со зрением с различием цветов если вы встали я имею в виду реально встали я рекомендую делать это правильный слушайте этот парень харизматичный не зря его все таки прозвали младший собрат Глэдос вот давайте наверное на этом завершим наше видео всем спасибо за просмотр и до новых встреч